У него появилась шапка-невидимка, и вот теперь чинюет никто. У него невидимая дубинка, у него невидимая ебло, у него невидимая модель, у него невидимая балда. Смотрите, он уже вышел из дома, смотрите, он бежит туда, а они ничего не подозревают, пьет газировку и холодный квас. Но сейчас он им, блядь, устроит, но теперь че он им, блядь, задаст? Он врывается в шапки-невидимки, невидимые дубины, пьет их по горбам, рваные волосы, рваные шринки, невидимая сперма на губах. В мастерской погром на полу валяются изнасилованные горбуны, шапки-невидимки, он ухваляется. Горбуны поганые, все истреблены. Ну, вы мне скажете, когда сваливать пора, да? Разбошлаченный Маркелл с окровавленным кастетом заскочил с криком «Оссад!» В театропе с балетом тильник на себе порвал. Заскочил на сцену к бабам и балерону пидаря с укулачищем вскрел ебало. Кто-то в зале возмутился, вызвали милицию, а Маркелл уж балерине впился в ягодицы. Но он недолго ее прахал под мазон Чайковского, разорвал всю нахуй с раку, снял стей скальп и был таков. Как-то вышел дед Маркелл срочно блевануть, позвонил соседке в дверь, ель гнул на грудь. Жил герой сего рассказа этажа на пятом. Все бронели пидаряса, весь подъезд захаркал. А ему все похуй гаду буханет и гадит. То ментяри на фуражку, то на тапке бабки, то из окна почеток с квасом, то с грудным дитем в коляску свой сюрприз бабахнет. Его все подъезды нахуй пахнет отвратительно. Каждый метр на площадке рвотой заминирован. Вниз стекает по перилам мерзкая блевотина. Капает всем наебало. Что за поеботина? Что за пьетом у Маркелла? Что, по-новой жрет? Значит, завтра он кому-то? Ну, он-то и ригнет. Мама, мама, позовите Коху. Коха, Коха, мне снова похуй позовите санитара в белом халате. Мама, мама, меня снова пошватит. И сквозь спазмы ломки снится малышу. Ля-ля, ля-ля, я к тебе спешу. Я тебе лекарства, ля-ля, принесу. Ранним черным утром тебя я укралю. Мама, мама, слышу я шаги. От режущих предметов меня обереги. Раньше твоя ля-ля себя в сердцах убьет. Если черным утром Коха не придет. Коха, ну, Коха, Коха, приди. Коха, ну, Коха, Коха, приди. Спасибо. А можно звукаря позвать? Как по пасеке тихо в потемках, Брел плюгавенький мужичонка, Как глазенке паршивой жмоли, Как залазил в пчелину нулей, Как залазил в него с головой, Как пчелиный кружил над ним рой, Как собаки не унимались, Как в окошках огни загорались, И как пасечник сомный с ружьишком Выбегал, потерясь из домишка, Как стрелял по мостылому вору, Как скатилось тело под гору, И как ползали, ползали пчелки На кровавом лице бужичонки, В бороде я собираю свой мед И на лбу холоднющим, как лед. Ну ладно, отрывок из письма Пушкина Вяземскому. Зачем жалеешь, что я потерю записок Байрена? Черт с ними, слава богу, что они потеряны! Он исповедался в своих стихах, Невольно увлеченный восторгом поэзии, Оставь же их в пустой толпе И будь заодно с гением. Толпа жадно читает и исповеди, и записки, Потому что в позлости своей Радуются увлечению высокого, Слабости могущего, При открытии всякой мерзости, И на восхищении. Он мал, как мы, Он мерзок, как мы, Блядь и подлецы, Он мал и мерзок, Но не так, как вы. Иначе! 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 Меня предбудут не выгоняют, да? Да! Да! Читай, читай, читай! Давай, давай! Читай вообще классно! Все охуение! Давай, лобой! Давай, читай подкуду, босс! Класса! Когда я угнал трамвай, Мои тонки были доски, Я твердил, как попугай, Всел у свиньей уплёдки, Сквозь разбитое стекло, Отружался я в луне, Моё старое пальто, В левотине и во мне, Ускакали деревянные лошадки, Но зато теперь не человечество, С помощью железного трамвайчика Раз, на воду, В левятые петры! Девятые петры! Девятый петры! Девятый петры! Девятый петра! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова